Всем привет! С вами Прия. Сегодня мы поговорим о модификациях для аукциона. Эти модификации будут упрощать наше взаимодействие с ним и как-либо ускорять выставление лотов, их продажу, их покупку и чего-либо прочего. Итак, начнем же. Из-за этой рамки немного не видно. Давайте-ка я, наверное, абсолютно все снесу. Сделаем вот так, сделаем вот так и сделаем вот так. Ну, поехали. Когда вы устанавливаете такой аддон как аукционатор, перед вами появляются три кнопочки. Кнопочка «Купить» и вы сюда можете ввести название предмета и в историю у вас тут будет это дело все сохраняться. Допустим, кликнув, начнется скан этого предмета. Все это дело сканируется, сканируется и вот вам все результаты по Светозару. То есть Светозарный осколок, Светозарные сапоги, сам камень Светозар, который, допустим, вот в Легионе переделывается в камушек на скорость. Ну и что-то типа такого. Вот, а при нажатии кнопки «Купить» он сканирует все эти 25 лотов и нажимая кнопку «Бай» вы все это дело покупаете. Кстати, касательно «Бай» надо купить себе чуть-чуть всяких интересностей для рейтинга и прочего. Итак, далее модификацию, которую я могу вам подсказать, это модификация «Enchantrix». Модификация, которая пишет цену распыления. Просто так вы ее не установите. Вам придется скачать такую ненужную модификацию, как «Аукционер». Действительно, она ненужная и ее просто нужно вырубить. Сейчас я все это дело абсолютно продемонстрирую. Периодически, конечно, это дело подвисает при покупке, но это дело, скажем так, 10-15 секунд. То есть просто ждем и рано или поздно оно отсканирует и мы сможем нажать кнопочку «Покупки». Итак, касательно еще вот этого аддона «Enchantrix», который я уже озвучил, модификации. Мы скачиваем «Аук-аукционер», но мы его выключаем полностью. Та модификация, которая нас интересует для работы с аукционом, «Аукционатор», «Enchantrix» скачивается вместе с «Аук-аукционером». Все ссылочки абсолютно я оставлю и все будет нормально. Надеюсь на это. Итак, когда мы покупаем предмет, конечно же мы забираем его с почты. И чтобы относительно быстро взаимодействовать с почтой и взять абсолютно все предметы, дается кнопка «Открыть все» и дается она от такой модификации, как «Postle». Это аддон на почту, позволяющий взаимодействовать с ней более широко, скажем так. Выбирать ники, допустим, конкретно на своих альтов что-либо высылать, на недавних, допустим, персонажей, на друзей, на гильдию. Вот, «Оптик» начал играть. Слышите? Задудой с от вас все. Вот, так что все классно на самом деле. Все классно и очень хорошо используя эти модификации. Я надеюсь, у вас все будет хорошо. И вы будете покупать только самые дешевые товары и продавать только по самой дорогой цене. Касательно продажи. Давайте глянем. Видите то, что нажав кнопку «Альт» и нажав левую кнопку, предмет переносится в окно продажи. И мы можем сразу быстренько нажать «Объявить аукцион» и по факту все. Но мы можем это дело еще и настроить. Кликаем настройки. Кликаем, допустим, «48 часов», если мы всегда хотим на «48 часов» выставлять. Тут, конечно, нажимаем галочку, чтобы сделать так, как я уже сказал. Подсказки нас не особо интересуют. Снижение цены везде на одну метную. Вот вы сейчас скажете, «Да вот, что там, я поставлю на одну голду меньше, и у меня все равно купят». Ну и что? Ты профукаешь 95 серебряных. А если посчитать все мои проданные лоты и просчитать по одной голде, ну, знаете, там так нормально набежит, сумма неплохая. Понимаете? Даже с обычной какой-либо проданной серой шмотки вы получаете голдец. Ну, если, допустим, учитывать открытый фарм где-либо, да. То есть, каждая вещица важна. Каждая голдишка и каждая медная тоже важны. Запомните это, это самое главное. Так, ну, тут нас не особо, мне кажется, что-либо интересует. Так что, я надеюсь, вы не полезете туда с целью изменения чего-либо. По идее, настройки я сохранил, и он должен выставлять на 48 часов. Но он этого не делает. Почему? Потому что я, наверное, не нажал кнопочку «Ок». Пробуем еще раз. Да, то есть, после того, как вы делаете какие-либо изменения, вам нужно нажать кнопку «Ок» и в чате пишут «Настройки сохранены». Выставляем все эти предметы и радуемся жизнью. Может, что-то купят, может, что-то не купят. К тому же, чем хорош тот аддон, что при нулевом количестве данного предмета на аукционе, вам пишется история его. То есть, сколько он голды стоил при последних продажах. Вот так вот. Ну, а по истории можно глянуть его цену. Вот так вот. Также не забывайте делать полный поиск на какие-либо предметы, то есть, отсканировать аук, скажем так. Это поможет вам держать цену на предметах весьма актуальной. Ну, то есть, аукционная цена у вас будет писаться актуальная. Вот так вот, скажем. Ну что ж, всех вам благ. Как говорится, счастья, здоровья. Наслаждайтесь аукционными продажами, получайте море голды с этого. Легендарок вам побольше. Голды, опять же, здоровья и всего хорошего вам. До скорого.